Друзья, мы в Турции. Ура! Турецкий сбор начинается. Капитан команды. Всем салям, алейкум. Вратарь, защитник, центральный ползащитник, правый защитник и... Идем в расписание. Где-то, возможно, одна тренировка будет. Нет информации? Нет. Мы в Турции, Саля. Скажи подписчикам, как ты себя чувствуешь, как долетел, как приземлились. Чувствую, прекрасно долетели. Ужасно. Не добавить, не убавить. Не добавить, все верно. Ему ничего не нужно. Киньте ему ноги мячом, он будет счастлив. Готовы работать, ребят, на сборах? Да, да, мы для этого всегда приехали, 100%. Начиная с сегодняшнего момента, вот сейчас мы уже работаем. Уже в голове начинаем работать, расстраивать планы. Мы, причем, всегда ходим на сборах в зал, как ты знаешь, перед тренировкой, после. Постоянно не вылезаем, поэтому для нас сборы, это реально подготовка. Мы стремимся, подготовимся к сезону. Сезон будет очень тяжелый, надо выигрывать, и команда усилить, поэтому будем готовиться. Мы готовимся к сезону, а сезон готовится к нам. Ну, у нас был, да, практически. У нас сейчас все отключено. Да, даже интернет, не будет интернета, блядь. И кровати вот такие, да, ты, наверное, повисишь и воспишь, блядь. Гудай, каково чувствует себя миллионером? Брат, деньги еще не пришли, поэтому... За игры будущего, да? Миллионер из трущоб, я. За игры будущего. До сентября, в бумаге написано, до сентября должны прийти. Вы выиграли 200 тысяч долларов. 400. 400? 200. 200, а у Ругвати 400. 400 больше, даже 35. Это ошибка, они виноваты. Могли бы сейчас вот так вот, понят. 400 тысяч долларов. Там говорят, что баскетбол до нас играл, и типа какая-то была ситуация непонятна. Россию за уши вытянули, и чтобы типа в финале футбола не выиграли мы, потому что типа везде практически русские выиграли. Что-то дали у Ругваева. Ничего, ничего, через 20 лет опять... Нас 7 карточек желтых дали, братан. Когда у вас там по небу рассказали. Дмитрий Крич, красную дают в России? Последние новости. Кресеву забанили многие клубы, то есть не хотят с ним разговаривать. Вы слышали об этом? Детский сад, конечно, детский сад. То есть вы это не поддерживаете? Давай, я с ним не вожусь, давайте с ним никто не водить. Я могу так же сделать. Ни с кем не буду общаться. С Севой буду, и с Виталиком буду общаться. То есть вы поддерживаете Кресеву в этой ситуации? А с чего им не сделано? Нет, я просто спрашиваю. Конечно, любой поступок должен быть аргументирован на правду. С чего? Я не должен с ними разговаривать. То, что они относятся как-то друг к другу, я что заставляю, или что там предвзятое отношение к другим командам не ищу. Я не ищу никакого отношения. Но если с ними так поступают, то я на их сторону встану. На сторону Виталика Кресевых. Получил, не вообще. Курс дела не поставили. Я рядом постоял. Получу я все. Брат, отчетки Dior, кепочка Supreme, маечка. Бейб. Какая? Бейб. Штанишки. Из Дубая штанишки. Изи. Джордан. Какие вопросы? Я всегда мечтал о таких штанах с самого детства. И всегда я вижу... Тудроц это NBA, братья, как в NBA. И вот так пошел. А что, они реально не вверх? Не, они пришиты. Бейб не подумали, что я так захочу сделать. Но ничего, так похоже. Мы, в общем, сейчас едем в отель. Сейчас тренировка будет. Какие вообще планы на 10 дней? Какая работа будет? 10 дней работа, но уже будет больше на скорость работы. Прыжковая работа будет. Так что, уже мы подходим к чемпионату. Будут тактические, конечно, занятия. Все физически, в принципе, уже нормально. Так что, их надо сейчас подвести. Вот именно вот в игровую форму. Когда я вижу Алексея Шумахера, я знаю, что где-то рядом баулы с мячами, инвентарь и прочая рабочая утварь. Алексей, что скажете? Мы прилетели, приземлились. И вот новость последних дней. Крисеви объявили бойкот. И я у всего тренерского штаба спрашиваю их мнение по этому поводу. Вы что скажете? Вы же член тренерского штаба, правильно? Более чем да. Кто-то мне потом это выскажет. Суть в чем? Я считаю, что бойкот это та мера, которая не нужна. А дальше? Пусть ребята дальше рассказывают. Их же все-таки несколько. То есть мало количества СМИ, которые рассказывают о меди-футболе. Тем более так обширно, как ребята. Все, вам не еще больше сказать? Сейчас нет, потому что я думаю, что... Ну, вроде неплохо, да? Первое впечатление. Да я здесь был не один раз уже. Лошадку привезти в номер. Сейчас идем на обед сразу, резко. Потом обзор номера, а потом интервью с Салей двухчасовое. Я за две минуты справлюсь. Обзорчик номера, пацаны. Сразу начнем с, наверное, номера самого. Две кроватки, диванчик, телевизор, стульчик. Еще один стульчик. Кофе-молка. И туалет. С душем. А, и ванна еще есть. В общем, все нормально, пацаны, заселились. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Марафон турецких сборов начинается. Тут мы заметили зоопарк, друзья. Вон там лежит... На туре страус. Страус? Олени. Вон страус слева. Фролк, какое-то влюбимое домашнее животное? Не домашнее, а дикое животное. Дикое? Надо подумать. Белка. У меня гиена. Вай-фай подключаемся. Потому что ребята уже не могут без вай-фая. В зависимости интернет от интернета. Питер Парк отдает. Как жаль, что эта камера не может передавать запах. Потому что запах потрясающий. Запах такой, что чуть-чуть даже намок внутри. Очень вкусно. Мясо. Мясо. Да. Ребят, вот салатики. Ну, как обычный шведский стол. Показываю, ребятки, весь ассортимент. Мистер Дрюбс. Курочка, помидорчики. Как это называется? Плюсесская капуста. Я здесь за тем, чтобы набирать форму. Может, вправо пойдем сюда? Пойдем сюда. И потом... Бежишь и бьешь. Поговорю. вот она сразу этажом внизу вот в этом одессане для людей делаю лишь потому что они любят тебя они хотят видеть тебя больше в кадре а некоторые люди говорят что ты один из лучших в медиа лиги просто проснулся балкончик вот так вот калиточку открываешь прыгну начинается вот вага влог и мистер дрюбс можно брат тебе можно нет просто там будет использована брать тебя и лучшие левоногие футболисты одни из лучших они здесь это алекс стиль и на чем он реально брат ну чё там с травмой как себя чувствуешь суши нормально надеюсь что уже сейчас начну плотно тренироваться но тяжело сказать честно потому что очень много сил честно затрачено на реабилитацию и надеюсь что не зря потому что сборки нашу атмосфера классный хочется в ней как бы быть полностью на сто процентов они так знаешь что ты приехал как будто на он поэтому будем стараться в общую группу ты почувствуем по ощущениям когда в общей группе появишься уже сразу что может быть один-два дня и уже буду в общей группе тренироваться и над хо скажешь как себя чувствуешь то есть у тебя одна из сильных качеств какие твои футбольные сильные качества как ты вот ты сам себя характеризуешь левая нога техника до видения поля наверное отбор мяча брат ты по слухам получаешь 1300 500 и у тебя разбитый телефон это на фарт понимаешь потому что я его делаю он через неделю меня опять ломать я после московского метрополитена очень отлично себя чувствую внутри прям шикарно пока не хочется возвращаться все первый день ребята приехали контента будет много обязательно но уже с полей с полей мы сюда не приехали отдыхать и работать самое главное вот это не забывать в голове вот он тренеров отличаются по свету поляна конечно так бы упал бы и валялся на таком поле поросенок валялся бы и радовался девушки с колбасом у тебя не рождение чё там ты подкручиваешь обготавливаем чуть-чуть ребят полянку не знаем чтобы без шипиков не остаться чуть-чуть подкрутим на всякий в комплекте да этот винтоверт все может быть сейчас шипик оставим потом иди ищи его а запасных нет шпопа у тебя есть давай сделаем рубрику какой-нибудь на канал к вам вот я против николаевич во что на кувырки гольф есть гольф на поле попали вы меня хотите поймать в общем ребят пишите в комментариях если они сами напишут ребята в комментариях там мы выберем на что сразу вспоминают лужники этот гол и там был искусство пальцем там саще же было нравилось кто-то все брали диску полито до мягенько мне кажется лучше до поля где мы были на сбор я был ненамного и на многих ну это да это топ это вообще тут супер ну давай брат да и давай в левый левой ногой давай и конечно же этот парень куда без него наконец-то под стать твоему уровню подобрали поле и сразу на штраф давай ворота бей проще опал да как вы фрол как после матищинских полей выходить на такие газоны наш матищах куются футболисты на асфальте на резине потом на такие поля выходят и просто люди творят знаешь уже просто у тебя свободная голова ты просто счастлив ты наслажаешься от всей этой атмосферы потому что ты вырос такой маленькой коробки маленьком прямоугольнички и ты там доказывал и доказала теперь то понимаешь а еще 2 2 походу если нужно отдохнуть кому-то вы говорите если будет тяжело на самом деле мы не ставим целью вас убить и нам нужно сейчас подготовиться к первой игре наиграть схема наши двумя нападающими с одним поэтому тем более таком поле сами понимаете не футболистом поле главное так сегодня бежимся просто 10 минут нет это после самолета просто такой средний потом играете квадрат потом еще пробежка еще квадрат еще на этом заканчиваем минут 40 45 потом если кто хочет остаться пожалуйста передачу поделать если вратаре будет готова вы можете побиться вот может не надо да грустить начнем передачки можете остаться поделать средний длинный все давайте побежать доброй кто-то прилетели уже бежим куда-то вот так выглядит панорама стадиона олег вагабонт обгоняет всех на два круга и вот и и и Альберт Николаевич, вот ребята сейчас бегут, и они говорят, нам не говорили, что мы будем бегать, они обещали не бегать нам. То есть тяжело им, как будто бы. Первый день сегодня. Так должно быть. Ну что-то они гненны, они говорили, что там, вы же говорили, мы не будем бегать. Работа бывает с мячом, и без мяча работа бывает. Мы можем сделать, они могут бежать дистанцию с мячом, не вопрос. Но им тоже, мне кажется, не понравилось. Это что, бега? Сань, это вообще отдых. Вот для меня это отдых. Тем более в девятку я бью. Да? Мимо. В другой, да? В другой. Гол! Это мизуно японский, это... Это классик. Это абу-дабовский бутсы. Хорош, ребят, хорош. То, что вы пропотели, это уже хорошо. Как тебе тренировка? Голова чуть скружилась, честно. Вот, ну... Я скажу, реально, я как будто в космосе сейчас. У меня, ебать, голова кружится, братан, не только у меня. Типа, акклиматизация или что это. Ну, бег тебе тяжелый показался? Нет, это изи. Просто голова кружится, братан. Ну, потому что самолета, наверное, все это накопилось, усталость. Кружится просто. Ладно, сейчас надо работать передачки. Хавиалонсы, блядь. Ну, кой-то, да. Да, одиннадцатый. Ну, как? Рабежечка. Потом у Николаевича спросили, это у вас, типа, это... Как бы была... Втягивающая, это втягивающая. Что-то, махаешь головой. Против. Таких втягивающих. Задачку. Раз, специальную ногу. Да, пожалуйста, блин, забудь. Мол, у меня взгляд есть, не право. Чуть не при футболе. Кабинет Алексея Шумахера. Уровень. Все, что хотите. Кофе-машина, миллиард вариантов. Что это? Напитков. Чай, сладости. И самое важное, орехи, фрукты, вода. Ну, вот подошел к концу первый день сборов, Дмитрий Викторович. Мы после Абу-Даби практически ничего не выкладывали, но снимали каждую тренировку, которые были в Москве. Поэтому, чтобы ребята... У нас много нарезок, но мы их готовили для букмекера. А теперь пусть борется, кто захочет иметь этот контент. Там очень много интересных вещей. Все, ребят, вы все услышали. Всем пока. Средимся завтра. Продолжение следует...